Здравствуйте, уважаемые друзья! Не задался новый срок у Путина. Ох, не задался! Беды сыпятся, как из рога изобилия. Началось все это с терактов в Крокусе сразу после выборов. Дальше масштабное наводнение, которое захватывает одну с другой области. Орск, Оренбургская область, Курганская область, теперь на подходе Амурская область. Нам даже уже перестали на первых строчках новостей передавать апдейты, что там у них творится. Потому что если бы они передавали, то нужно было каждый час сообщать о новой эвакуации нового поселка или нового СНТ. Друзья, дальше рухнул Путипровод в Вязьме в Смоленской области с жертвами, оставив без электричества около 10 тысяч человек. Ну и вот сегодня мы узнаем о том, что умный трамвай сбил трех человек в Санкт-Петербурге, когда все переходили дорогу. Помните, Путин продвигал искусственный интеллект, говорил, что это прогресс, он должен обязательно идти в ногу с прогрессом. Ну вот, пожалуйста, вот так они идут в ногу с прогрессом. На самом деле это преступная деятельность по тестированию новых машин, новых роботов в реальной жизни, получается с участием реальных людей. Почему выпускают такой трамвай, который не прошел достаточно испытаний, когда не отлажена эта работа? Внутри сидел живой водитель. И что толку от него? Почему он не затормозил? Он говорит, что у трамвая вышли и строят тормоза. А он-то там для чего сидит? Мы прекрасно видели на видео, что трамвай затормозил после совершения наезда на пешеходов. То есть все-таки сработали, какая-то тормозная система сработала. Но я понимаю, насколько я понимаю, это то же самое, что инструктор в автомобиле, в котором он обучает вождение студента. У инструктора продублированы педали. И если что-то идет не так, студент теряет управление, либо теряет контроль над собой, либо у него ноги путаются от педалей. Инструктор применяет экстренное торможение. И такой же смысл нахождения живого водителя было сегодня вот в этом трамвае. Но он не применил торможение. В итоге сейчас женщина одна в тяжелом состоянии. Неизвестно вообще выживет. И не закончится ли эта инвалидизация для нее. Беглов пообещал компенсацию. Все нормально, ребята компенсации будут. Но вы знаете, для таких трамв, компенсации, которые они предлагают, ну это просто смешно. Зачем эти ваши компенсации, когда человек может остаться инвалидом? Я считаю, что нужно требовать запрета на вот такие эксперименты. Потому что это буквально эксперимент. В итоге этот трамвай, который носит имя по фамилии еврейского писателя Давлатова, вполне можно назвать трамваем убийцей. И эти транспортные средства с роботами применяются сейчас, тестируются вернее повсеместно. В Москве уже несколько лет ездят эти роботы такси. Правда там всегда сидит живой человек. Но вы знаете, мне каждый раз, когда я такое такси видела, обычно они в центре тестируются. Мне было не по себе. И я всегда убеждалась, что он останавливается, когда я переходила дорогу. Изначально, когда начались эти эксперименты с машинами-роботами, изначально они себя плохо зарекомендовали. Много лет назад, когда только начали применять, выпускать первые автомобили-роботы на дороге, произошел трагический случай в Калифорнии, когда такая машина под управлением робота сбила женщину, которая переходила дорогу с велосипедом, ведя велосипед с собой. То есть она не ехала на велосипеде, а шла и вела велосипед рядом. Автомобиль-робот не распознал в ней человека из-за силуэта велосипеда. Не затормозил и сбил эту женщину насмерть. После этого поднялось очень много дискуссий насчет опасности таких автомобилей-роботов. Но потом постепенно эти дискуссии утихли. И, как мы видим, эти автомобили-роботы, а теперь уже и трамваи-роботы, применяются, выпускаются на улицы городов. Я считаю, что это преступная практика, поскольку она уже... Это не первый трагический случай. Достаточно испытаний не пройдено, и у нас нет вообще никакой информации о том, как они выпускаются нам, только кто производитель, кто дает какие-то гарантии. Получается, что водитель рассчитывал на искусственный интеллект, искусственный интеллект рассчитывал на водителя. Но лучше бы там был просто один водитель, и все было бы нормально. Друзья, вот вам и искусственный интеллект. Я считаю, что надо что-то с этим делать. Хотя мы не можем этот каток, конечно, остановить. Мы везде видим внедрение роботов, то есть идет повальная роботизация. В метро активно рекламируют оплату по биометрии. Я уже вижу эту рекламу практически каждый раз, когда я спускаюсь в метро. То есть остановить мы это не сможем. Единственное, что надо самим принимать меры безопасности, если включился зеленый свет, но это, в принципе, давно известно. Все равно смотреть по сторонам, потому что, если раньше были какие-то придурки, которые могли ехать на красный свет, то сейчас у нас появились трамваи-убийцы, которые едут на красный свет и не тормозят перед пешеходами. Так, друзья, насчет наводнения в Орске, там все очень печально. Я смотрю видео на каналах Орска, Оренбурга, и жители уже понимают, что говорят, по крайней мере, озвучивают, что их кинули. Выступал сегодня мужчина на встрече, я так понимаю, с губернатором, этим паслером, и кричал, что у него то ли два, то ли три дома, а компенсацию он получит только, видимо, за один дом, там, где он был прописан. То есть из его речи, очень пассионарной, очень эмоциональной речи, в которой он кричал, что он на вилу всех поднимет с матом, из-за его речи я поняла, что им предлагают компенсацию за то жилье, где они были прописаны. Ну а если у человека действительно два или три дома, как будто этот мужчина кричал, что он может строить себе сколько угодно домов, он платит налоги и так далее. Но уже понятно, что там с этими компенсациями дело очень темное, что люди не получат нормальные компенсации, при том, что очень много людей, которые буквально остались бомжами. Вы знаете, очередной цинизм им разрешили пока не платить ЖКХ. Ну вы представляете, конечно, а как они будут платить ЖКХ, если они остались бомжами? Ну буквально, ну это что такое, сколько можно это терпеть? Еще им предложили на два месяца приостановку взысканий через приставок. Это тоже очередной плевок. Ну какие взыскания, отмените людям полностью. ЖКХ, кредиты, все им отмените. Нет, они им только на два месяца, как помните, как в Московской области. Мы вам сделаем перерасчет. И что, они же проглотили. Вот эти сейчас, я не знаю, проглотят или нет, там гораздо больше ущерб, гораздо более масштабный. То есть буквально люди потеряли все. Стоят в очередях за подушками, за одеялами, за водой. В городе нет воды. Да, в городе нет питьевой воды, потому что из-за наводнения водозаборные станции были отключены. И сейчас через них идет грязная вода, которую опасно пить. Там идут медицинские процедуры, причем сработала эта тактика. Напугали народ гепатитом А из-за грязной воды. И уже более 6 тысяч человек прошли эти процедуры. Причем процедуры, через процедуры проводят даже животных. Сегодня в Орском чате про животных, про потерянных и найденных, я прочитала сообщение одной пострадавшей, которая нашла своего питомца, своего пса в приюте, на передержке. Принесла его домой, а у него в течение двух дней была сильнейшая рвота. И она пишет по ее предположениям, что животных там чем-то прокололи. Но я не удивлюсь. Хотя, возможно, пес просто отравился. Друзья, так что я не знаю, как сейчас будет развиваться ситуация в Орске, но люди явно на грани. Причем в соседних областях ситуация не лучше. Под Оренбургом затопило частный сектор. То есть буквально по крыше там затопило дома. И насчет компенсации им предложили примерно по 7,5 тысяч за 1 квадратный метр. Но вы представляете, если это нужно заново дом строить, то этих денег не хватит. 7,5 тысяч за 1 квадратный метр, когда настолько выросли цены за стройматериалы с 2021 года, они поднялись в 2 или в 3 раза. Ну и опять же возвращаемся к халатности, к интересам бизнеса, которые превыше всего, превыше интересов людей. В этих местах, в этих низинах было строить строго запрещено до 2000 года. А потом резко началось, пошел бум малоэтажного строительства. То есть эту землю продавали не за дорого. Также продавали стройматериалы. Давали людям кредиты под строительство легко. Ну и вот к чему это привело. А люди почему-то сами не думали о том, чем это все может закончиться. Понимаете, у человека на самом деле действительно очень короткая память. И хоть в 1994 году в Кургане было крупнейшее наводнение, люди, видимо, настолько в этой суете крутятся каждый день, что помнят только то, что было вчера или максимум позавчера. Вообще никаким образом не продумывают, не учитывают предыдущий опыт, не продумывают свои ближайшие годы. То есть буквально живут одним днем. День прошел, и слава Богу. И вот знаете мне, что еще интересно? Мне интересно у этих людей, которые стоят сейчас в очереди за едой, буквально в очереди за едой, за хлебом, за водой. Мне интересно спросить у них, за кого они голосовали на прошедших выборах. И вы знаете, наверняка большинство из них скажет, что голосовали за Путина. Ну и хотелось бы еще упомянуть насчет кармы. Карма действительно есть, она работает. И мы в этом регулярно убеждаемся, когда происходят какие-то громкие случаи. Вот сегодня появилась новость о том, что мгновенная карма сработала для Юрия Куклачева, который 12 апреля, то есть вчера отпраздновал свой юбилей. Помните, после теракта в Крокусе он обратился к Росгвардии, чтобы обеспечили безопасность на его юбилейном концерте. И уже тогда я посмотрела на это и подумала, вот старый Хрыч, все ему мало, ведь он же хочет просто собрать бабла на своем концерте. Это цель, которую он преследует. 75 лет, надо пригласить народ, собрать денег. А тут теракт и запрет на массовое мероприятие. Видимо, все-таки он его провел. Представляете, среди вот такого горя, когда там людей в упору стреляли, тут уже началось наводнение, оно уже началось, оно уже шло. Там уже куча животных пострадала ворст к тому моменту. И где этот Куклачев, дрессировщик кошек, любитель животных? Он хоть одному животному помог? Нет, он готовился праздновать свой юбилей 12 апреля. И его празднество для него закончилось в реанимации, потому что после юбилея ему стало плохо, у него начался обширный инфаркт, и его отправили в больничку. Вот сегодня его прооперировали, и сегодня он приходит вроде как в себя. Друзья, ну вот чем заканчивается жажда к наживе. Мне пишут, что с баблом у него все нормально, 75 лет бывает один раз. Так тем более, куда уже 75 лет? Это же не 5 лет, не 10 лет, не детский какой-то праздник. Уже успокойся, дедуля, сколько можно праздновать? Тем более, когда страна переживает такие времена. Если ты любитель животных, открой фонд помощи орским животным. Ты это что-то такое сделал? Нет. Вот и все. Человек познается по делам, а не по своим словам. Вот кто как реально отреагировал в этой трагедии, побежал спасать, побежал на лодках, вытаскивает людей, животных. Вот это, вот можно по таким поступкам судить. А это все фуфло полное. Так что карма для него сработала. Карма для него сработала, и он оказался в больнице. Жажда наживы ни к чему хорошему не приводит. Тем более, когда сейчас это можно назвать пир во время чумы. Если ему уж так хотелось отметить свой 75-летний юбилей, мог бы сделать это в кругу друзей. И вообще, он гораздо больше бы привлек к себе внимание, если бы, как я сказала, открыл бы фонд помощи пострадавшим животным и поддержку спасательных операций, спасению животных. Друзья, вот такая у меня сегодня для вас информация. Пожалуйста, обратите внимание на курсы по ЖКХ. Первая, вторая часть, по ссылкам в описании. Поддерживайте мою деятельность по возможности, хотя сейчас, конечно, тяжелые времена по реквизитам в описании. Делитесь моими роликами. Спасибо, что смотрите. До новых встреч!